за 10 лет работы в продвижении сайтов самый популярный вопрос который задают нам клиенты это как вы продвигаете сайты и действительно как самое интересное все отвечают на этот вопрос по разному как правило прежде чем выбрать исполнителя любой клиент компания бизнес они изначально поговорят с несколькими кандидатами да либо несколькими компаниями фрилансерами и выбирают одного и как правило всем задается один и тот же вопрос и самое интересное все отвечают на него по-разному потому что действительно нету стандартной методологии как продвигаются сайты 10 лет работы в этой сфере я тоже подбирал множество разных методов изучала западные технологии успешные сайты которые были продвинутые кейсы да при этом внедрял тоже различные технологии в том числе для наших клиентов для больших крупных англоязычных клиентов да которые имеют наша компания и выработал определенный механизм да то есть каким образом мы продвигаем сайты да у нас есть свой чек-лист конечно же он в процессе работы продвижения и виды изменяется да потому что изначально идет старт идет определенная последовательность дальше уже идет индивидуальный подход непосредственно под каждого клиента и сегодня я хочу поделиться с вами каким образом мы продвигаем сайты да какую технологию мы используем при этом я покажу обязательно множество ошибок которые сегодня происходит при продвижении сайтов как их избежать потому что множество из них они стандартные да меня зовут улитовский анатолий и сегодня мы расскажем как продвигать сайты ну и прежде чем перейти к основному вопросу проведем викторину кто напишет в комментарии самый интересный чек-лист по продвижению сайтов тот заработает 10 долларов мы уже проводили не раз эту викторину и она действительно вызывает интерес мне будет действительно интересно узнать ваш чек-лист возможно если вы скопируете просто мой чек-лист он будет неинтересный потому что мне всегда интересно другое мнение какие-нибудь эффективные чек-листы или возможно вы планируете применять такой определенный чек-лист ну а мы переходим непосредственно к продвижению сайтов пошла жара первый вопрос который бы хотел с вами обсудить это непосредственно подбор ключевых слов потому что любое продвижение начинается именно с поисковых ключей самая большая ошибка тех которые не уделяют этому достойное внимание потому что все-таки поисковые ключи это основа где мы планируем получать поисковый трафик какие основные ошибки основные ошибки в том что собирается какой-то пол ключей и не грамотно разбивается по посадочным страницам да то есть не выполняется кластеризация мы также для этого создали свой инструмент который помогает сгруппировать список поисковых ключей причем многие спрашивают почему к примеру для нашего сайта необходимо сделать широкую семантику для другого сайта наоборот какую-то более узко специализированную я вам скажу все это зависит от вашего контента нет одинаковой семантики и одинаковой разбивки поисковых ключей по страницам сайта для двух разных сайтов да потому что где-то мы будем продвигать информационный контент и статья непосредственно или какой-нибудь текст заточенный под этот информационный контент во втором варианте мы продвигаем к примеру там коммерческую страницу сайта либо карточка товара либо каталог либо какую-нибудь другую страницу с какими-нибудь специальными предложениями туда не стоит пихать огромный список ключей потому что она не даст результатов я вам объясню почему к примеру вот мы написали большую статью самое интересное эта статья была полностью все этапы продвижения сайтов от а до я да мы таки назвали seo продвижения сайтов при этом в скобке мы взяли такой элемент и написали seo секреты самое интересное эта статья она начала ранжироваться по ключам секреты да то есть seo секрет она начала давать результаты в принципе неплохо да там действительно в статье были seo секреты но они так как гайд был действительно очень большой длинный эти seo секреты они указывались где-то аж там в конце до этой статьи и пользователи переходили соответственно не находили нужную информацию потому что ключ не соответствовал этой статье до или как началу этой статьи они уходили да то есть они искали непосредственно какие-нибудь секреты которые помогают продвигать сайты статья ранжировалась давала трафик потом она полностью улетела вообще не показывает тут никакого результата данной ситуации что мы сделали мы переписали title мы посмотрели нашу ошибку мы ее исправили подкорректировали и статья начал ранжироваться по другим запросам то есть данной ситуации когда вы собрали список поисковых ключей разбили по страницам сайта очень важно написать правильный title и description то есть мета информацию до чтобы она была релевантна и соответствовала непосредственно этим поисковым ключам как мы это делаем то есть первично мы пишем поисковый ключ а потом в скобке или где-нибудь рядом да уже расшифровку непосредственно это этого поискового ключа вот тогда почему мы используем скобки да то есть по анализу больших рейтинговых агентств да все агентств показывается что скобки увеличивают кликабельность на 38 процентов второй элемент который мы обязательно используем в тайтле это цифры да может быть 2019 год или там 30 процентов скидки или что-либо другое то есть цифры они помогают увеличивать кликабельность да то есть наша комбинация очень простая это ключевое слово цифры скобки то есть вот эти три элемента мы соединяем и получаем оптимизированный title да под поисковые ключи которые необходимо было собрать твой тайтл важен потому что это влияет на уровень кликабельности в google поиски через некоторое время высокая кликабельность увеличивает позиции сайтом давайте представим десять позиций по вашему ключу и сто процентов кликают позицию номер пять если все ее кликают google понимает что этот контент более важным поэтому и начинает ранжировать его выше даже если вы не верите в эту теорию тогда просто увеличивайте кликабельность потому что больше кликов равно больше трафика и продаж какая же основная ошибка с продвижением непосредственно поисковых ключей которые мы видим за множество лет работы это в основном связано с тем что многие пытаются продвинуть практически все да то есть собрали огромную семантику там тысячи поисковых ключей некоторые там даже десятки тысяч выделять на это небольшой бюджет неважно это будет делать либо seo специалист либо это непосредственно будет сам владелец сайта не пытайтесь продвинуть все особенно в рамках ограниченного бюджета выберите приоритет выберите каких-нибудь пять страниц продвижению максимум 10 до есть у вас есть множество продвинутых страниц в принципе вы можете непосредственно оценить до свои силы что можно взять больший пол ключей но если у вас их нету то лучше не стоит лучше идти шаг за шагом постепенно так будет лучше для этих элементов мы используем параметр уровня конкуренции как правило мы берем его с HRF потому что у них все-таки самая большая база доноров в интернете смотрим уровень конкуренции чтобы он был до 10 этот параметр измеряется от 0 до 100 да то есть от 0 до 10 это низкий уровень конкуренции только потом мы смотрим на частотность да потому что практически все сразу смотрят на частотность какой они трафик от этого получит но на самом-то деле мы не одни у нас есть конкуренты которые также хотят продвигаться по поисковым ключам мы должны это учитывать и непосредственно применять какие-нибудь реальные возможности продвижения то есть это мы должны иметь соответствующий бюджет мы должны иметь время да и определенные ресурсы для продвижения этих ключей что дальше все мы подобрали список поисковых ключей разбили по группам оптимизировали title description выбрали приоритеты что вот эти страницы непосредственно мы будем продвигать на следующем этапе необходимо создать контент и здесь также я вам скажу многие допускают ошибки и в основном это связано с копирайтингом или рерайтингом к примеру мы написали большую статью действительно большая классная статья с информацией которая действительно соответствует поисковым ключам это был гайд продвижения сайтов от а до я то есть полностью информация но эта статья вообще не дала никаких результатов мы создали множество ссылок на него гостевым постингом мы рассылали эту статью мы сообщали мы применяли белые методы да но статья не дала результата по одной простой причине потому что эта информация была везде практически везде есть такие гайды здесь такая информация да в котором рассказал что вам необходимо сделать аудит юзабилити технический аудит создавать ссылки да то есть там был было собрание ценной информации которые есть везде да то есть это был действительно хороший контент но он уже существовал поэтому сегодня рерайтинг не работает далее я написал статью продвижение сайтов в 2019 году мы создали намного меньше ссылок сюда самое интересное это статья начал ранжироваться по выскочастотным запросам что в россии что в украине то есть на нее пошел трафик она действительно дает результаты да то есть она показывает и трафик она показывает позиции все прочее при этом ссылок было создано меньше без ссылок я считаю что вообще не стоит продвигаться да то есть это это утопия создать классный контент и не сообщить но при этом вы должны создать что-то новое ни в коем случае нельзя никого копировать да то есть вы должны создать какой-то уникальный интересный контент не просто что вы закинули проверку на уровень уникальности да потому что хороший рерайт если закинуть он все равно покажет сто процентов уникальности необходимо именно создать что-то новое то чего нету да я вам скажу что некоторые даже применяют такую технологию они когда изучают конкурентов по своим поисковым ключам они даже не смотрят да что они написали не читают их контент чтобы случайно не скопировать да а создать что-то новое кто может создать такой новый продукт это должен создавать специалист который знает этот продукт который работает в этой сфере вы не наймете копираты копирайтера на бирже который вам создаст такой продукт большая утопия знаете еще нанимать копирайтеров с оплаты за количество символов потому что если взять какие-то популярные биржи да там yetxt к примеру там практически вся оплата идет за количество символов и что мы получаем в итоге в итоге мы получаем большой текст да потому что копирайтер думает непосредственно что ему заплатить чем больше напишет тем больше он получит но хороший копирайтинг хороший вообще текст это тот который был отредактирован да непосредственно редактором потому что хороший редактор где-то одну треть или даже половину урезают убирает как это происходит каких-то журналах если допустим сравнить копирайтера и журналиста до журналист ему платит за какую-то классную статью то есть у него есть время недели там две написать какой-то классный материал выложить и он знает чем лучше он напишет чем больше он будет вирусный тем больше все еще раз ему заплатит копирайтер нет он же думает о по напишу побольше получу побольше денег добрый вечер я люблю деньги соответственно льется в вода создается не уникальный продукт большая ошибка нанимать специалиста которые действительно не знают вашу сферу вот мы много раз перепробовали мы нанимали 50 наверно разных удаленных копирайтеров которые писали про сего да то есть но это не на протяжении там короткого периода времени это там годами да мы нанимали мы проверяли искали возможности что кто-то писал для нашего блога я вам скажу не специалисты они пишут полную чушь или берут материал с интернета который уже есть везде и рейтит и предлагают этот материал не ранжируется не показывает результаты и у него маленькое время удержания пользователей на сайте да вот к примеру первая статья про которую говорил все о продвижении от а до я она у нас удерживала пользователя три минуты всего три минуты вторая статья продвижения сайта 2019 удерживал пользователя пять минут почему да потому что она интересна да люди которые читают эту статью если они видели опа я это нигде не читал то интересно они начинают забирать эту информацию да то есть они начинают больше читать уделять времени если он это читал ему становится скучно он просто бросает и не читает поэтому лучше всего если вы хотите создавать контент создавайте что-то новое то есть не копируйте других не переписывайте текста лучше наймите специалиста заплатите ему за время до которое он уделит создаст вам классный материал после этого вы получите поисковый трафик получите результаты и сможете непосредственно продвигать ваш сайт после того как вы создали действительно стоящий классный контент переходите к внешним ссылкам да или просто к продвижению внешнему большая утопия кто считает что необходимо сосредоточиться только на одном виде рекламы взять допустим зарубежного специалиста нейлопэталом он говорит вы знаете когда кто-то делает то же самое да то есть если весь рынок делает одно и то же самое то она не работает или работать неэффективно поэтому он никогда не нацеливается на один вид рекламы он делает множество видов рекламы и находит то что работают работает лучше всего для него потому что для одной сферы может работать лучше гостевой постинг для другой сферы непосредственно какой-то другой метод продвижения там или битых ссылок или рассылка контента да то есть я вообще про черные методы не говорю про биржи ссылок тоже крауд маркетинг для меня это уже похоронено никогда не буду ими продвигать потому что сегодня google это хорошо видит и не продвигает сайт я грубо непосредственно про белые методы белые методы это непосредственно необходимо найти скажем так определенные механизмы которые будут работать поэтому необходимо пробовать множество я читал мнение некоторых специалистов которые говорили зачем вообще сего есть контекстная реклама там установил через час уже лиды падают уже продажи падают но на самом-то деле давайте посмотрим правде в глаза доходность контекстной рекламе она уже на рубеже там огромная конкуренция компании google яндекс они зарабатывают на этом большие деньги да соответственно множество вкладывается туда и там все находится на огромном пределе не каждый сможет зарабатывать на контекстной рекламе к примеру допустим если у вас нет бренда нет названия да вот вы хотите купить товар где вы купите озон розетка да то есть известные сайты купите ли вы на каких-то неизвестных сайтах да в контекстной рекламе многие не поверят им соответственно они откажутся контекстную рекламу вот необходимо запускать да и те кто считает что лучше я буду только контекстом делать да seo мне не надо поверьте seo она создает бренд она создает видимость да то есть про ваш сайт знает про него слышит говорят соответственно даже потом запускаю контекстную рекламу она дает результаты вы получаете прибыль самый важный шаг до создания своего продукта это построение бренда в блоге youtube канале в социалках вашей специфической индустрии вы должны притягивать людей лучший путь это построение онлайн бренда создавайте высококачественный уникальный контент для других людей написание статей в блог или снимайте youtube видео контент для социальных сетей или аудио подкасты ваш контент должен привлекать людей это всегда первый шаг построение бренда далее изучайте вашу аудиторию решайте их проблемы и желания ни в коем случае никогда не нацеливайтесь на один вид рекламы к примеру мы и делаем youtube мы делаем facebook мы делаем непосредственно и контекстную рекламу и seo и множество других видов рекламы мы всегда тестируем ищем и смотрим что работает что помогает в целом продвигать сайт потому что сегодня seo это не просто механизм до создания ссылок создания контента и продвижения это более широкий механизм вы должны создавать бренд да то есть ваш сайт должны искать поэтому мы создаем к примеру не только статьи в блог мы создаем тулы бесплатных выкладом чтобы люди заходили пользовались да у нас мы уже создали там 9 инструментов которые помогают привлечь пользователей на наш сайт она в целом помогает сообщить что у нас информация полезная у нас высокий поведенческий фактор да и непосредственно сайт начинает расти мы создали простые инструменты для нашего сайта которые можно использовать онлайн к примеру если интегрировать excel документ инструмент конвертирует информацию в удобную форму что сохраняет время в нашей индустрии эти инструменты приносят трафик 100 человек в день который посещает наш сайт мы не продаем эту услугу только помогаем людям если мы создадим больше таких инструментов это поможет продвинуть наши коммерческие страницы где мы продаем и зарабатываем я думаю это хороший подход когда вы создаете что-то ценное что людям нравится они ссылаются на это и рекомендуют это определенно дает положительный эффект вы можете с этих страниц делать ссылки на продающие страницы и услуги единственное я бы смотрел только чтобы эти инструменты были релевантные твоему бизнесу потому что в другой ситуации они могут наводить заблуждение поисковую систему если же инструменты релевантные тогда делая такие инструменты которые люди могут использовать с excel им бесплатно вы можете параллельно предоставлять платные программы и услуги которые можете продавать это хорошая смесь то есть никогда не нацеливайтесь на какой-то короткий эффект все-таки подумайте что что вы хотите применить то есть либо писать блог либо создавать какие-то инструменты причем это можно делать на самом-то деле недорого да и создавать классный контент действительно я вам скажу успешные сайты те которые тратят на это время которые действительно изучают смотрят думают нельзя создать проект быстро там за день-два или подумать что seo действительно даст результаты через три месяца все пойдет никогда не пойдет потому что seo это длительный процесс иногда компании года тратят до чтобы куда-то продвинуться причем основная масса вот по исследованию hrefs 92 процентов сайтов топе вообще не получает поискового трафика представляете если миллиард восемьсот миллионов сайтов в интернете то есть основная масса это просто мусор который ничего не получает а даже если вы попали в эти восемь процентов это еще ничего вам не гарантирует ну допустим получаете трафик а зарабатываете ли вы на нем зарабатывать на самом-то деле только единицы до успешные сайты это большие бренды которые потратили время которые не концентрировались на одном виде рекламы да они искали себя то есть мы возможно какие-то виды рекламы в процессе и би тестинга начали давать результаты больше работают они непосредственно их больше внедряли да не для своих сайтов поэтому моя рекомендация искать никогда не ориентируясь найти на один вид рекламы я бы вам еще рассказал про методы создания ссылок да ну там этому можно посвятить целые целое новое видео рассказать про те методы которые мы применяем и сегодня вам расскажу потом мне кажется что они не работают для вашего сайта да почему потому что нет того что работает везде мы всегда под клиента ищем индивидуальный подход что непосредственно сработает возможно это просто социальная программа может это гостевой постинг может это вообще аутрич да непосредственно рассылка контента сообщения то есть это необходимо щупать и лучше всего никого не копируйте никогда не копируйте находите свое свой путь да то есть создавайте свой уникальный продукт который вам даст результаты гениально и после того как вы создали классный контент уже запустили даже процесс по созданию ссылок переходите к техническому аудиту самое интересное что практически основная масса seo специалистов начинает именно с этого аудита да они делают техническая анализ передают программистам на исправление а потом идут изучает контент начинают проверять какие методы они будут применять и непосредственно идут к внешним да вот методам продвижения после того как запустили технический аудит при этом я вам скажу что технический аудит он показывает как правило всегда множество ошибок какой был сайт бы у вас не был все равно покажет просто огромное количество ошибок их исправлять можно годами да и вполне возможно вы даже не найдете программиста который сможет вам исправить все эти ошибки но посмотрите на успешные сайты в топ-10 да у каждого из них есть множество своих технических ошибок действительно огромное количество поэтому я бы не заострял здесь особое внимание самое важное поисковикам да непосредственно это контент и классные внешние ссылки необходимо ли делать технический аудит конечно нужно да это это обязательный элемент но это не самый главный да если у вас нету контента если у вас нету классных ссылок технический аудит вам особо ничем не поможет прежде всего когда выполняете технический аудит зайдите просто в google webmaster основная масса ошибок есть там вам не надо покупать какие-то дорогие инструменты да ну лучше конечно если вы уже профессионально этим работаете да то есть иметь какую-то версию screaming frog или использовать какие-то ресурсы такие как jetmetrics но на самом-то деле самое основное это google webmaster почему-то многие прогоняют сайт по валидаторам начинают туда лезть ломать голову как это все исправить но при этом даже и не смотрят в google webmaster в котором бесплатно указано множество ошибок это то что на что поисковик акцентирует в первую очередь свое внимание поэтому все-таки зайдите туда посмотрите какие у вас ошибки есть и передайте их в первую очередь на исправление да причем там даже подчеркивается какие критические ошибки а какие не критические которые могут подождать да там процессе исправления да то есть можно расставить приоритеты исправили ошибки в google webmaster и хорошо тогда можете использовать screaming frog или какой-нибудь ресурс проверить другие ошибки если вы все не можете исправить да допустим программист сказал вы знаете вот наш смс сайт тогда не позволяет исправить ничего страшного самое главное чтобы у вас был классный контент смотрите на такие элементы как скорость загрузки это действительно не прямой алгоритм ранжирования да потому что как пока показывает практика сайты которые грузится больше четырех секунд они теряют покупателей да то есть особенно если заходят с мобильного телефона пользователей не будут долго ждать и они уходят да и каждая дополнительная секунда это потеря 20 секунд к примеру amazon подсчитал что каждая лишняя загрузка это это просто миллионы долларов я даже не помню эту цифру просто громадные цифры поэтому amazon и строит сеть своих сервер серваков да по всей америке то есть они их расставляют причем каждый каждая такая серверная это сотни миллионов долларов просто огромное здание набито оперативками и процессорами да потому что действительно наш век технологии необходимо иметь быстрый сайт который действительно быстро грузится важно чтобы у вас были практически все элементы рабочие да то есть работали модули но если у вас какие-то показатели показывается что действительно за этом сайт в желтой какой-то зоне или еще какой-то там элемент поверьте это не самое важное если у вас нету контента технический аудит это будет на втором месте возьмите просто успешные сайты в топ-10 проверьте их техническую составляющую как они в топ-10 да вот непонятно да если у него столько ошибок и это большая утопия останавливать продвижение только из-за того что у вас технический аудит программист не может исправить или вы не можете найти хорошего программиста который можно сделать а возможно и никто не может потому что это не самое важное что необходимо поисковику или пользователю в интернете лично для меня самое важное это аудит юзабилити да потому что технический аудит мы в принципе выполняем на протяжении нескольких часов да мы проверили google webmaster мы прогнали сайт на screaming frog посмотрели вручную какие-то элементы но самое важнее юзабилити чтобы пользователь в три клика находил практически каждый элемент в чем сегодня сложность в том что маркетологи делают сайты сложными да то есть они как правило пытаются продать все и везде то есть делают множество элементов множество товаров каталог но если взять какие-то успешные сайты в сети да там apple к примеру samsung да у которых множество товаров но у них практически на каждом экране один товар да почему потому что не надо пытаться продать все и сразу остановитесь сделайте удобную структуру да чтобы можно было в три клика перейти на необходимый товар чтобы это было удобно возможно это выскакивающее какое-то меню но не нагружайте множество элементов потому что если пользователь заходит на ваш сайт и не знают куда кликнуть что нажать он скорее всего просто с него уйдет да то есть сделайте максимально просто не пишите какие-то там текста да то есть многие любят написать текста внизу товары на самом-то деле текст нужен конечно без него сайт ранжироваться не будет но он должен быть грамотно влит юзабилити сайта да то есть это должен быть прорисованный дизайн я думаю что текст современных условиях просто залито через админку это практически не работает да если это не какой-то там именно блок да и готовый элемент если говорить про структуру там коммерческой страницы или другое этот текст должен быть залит в красивом дизайне да то есть дизайнер должен нарисовать формат выложить это все в псд передать верстальщику программисту это все необходимо внедрить на сайт вот что действительно важно сегодня при продвижении сайтов то есть проведите их технический аудит проведите аудит юзабилити не сходите с ума если у вас нету там зеленой зоне некоторые вообще там хотят сто процентов пожалуйста сделайте мне сто процентов зачем вы объясните для чего я не понимаю я просто не понимаю это не самое важно да есть какие-то элементы важно но это не самое важное самое важно чтобы информация была полезная чтобы она была уникальная интересная и создавайте какой-то новый свой продукт мы выполнили технические ошибки и достигли стопроцентного результата тем не менее мы не увидели улучшение позиций сколько времени это занимает веб-дев классный туп для проверки технических аспектов вашего сайта по сравнению с другими известными инструментами при этом достижение хороших результатов не означает автоматическое улучшение позиций вы должны это понимать это не единственный путь выполнять seo и высокие позиции зависят от списка лучших практик которые дают множество широких значений мы можем тестировать разные варианты для ранжирования я думаю это хорошая идея учитывать техническую составляющую и внедрять ее но вы должны понимать ранжирование не зависит от одного исправления технических ошибок ну завершение я бы хотел вас попросить напишите дополнительно в комментариях те темы которые вам будет интересно обсудить да про то чтобы вы бы хотели увидеть какое-нибудь новое видео да где мы возможно вас проблемы мы обязательно просмотрим ваши комментарии проанализируем и продумаем какие-нибудь новые действительно интересные полезные видосы которые помогут вам нашем нелегком деле а именно продвижение сайтов ну если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки подписывайтесь на наш канал нажимайте колокольчик чтобы получать уведомления о всех наших новых видосах мы обязательно будем снимать что-то новое у нас действительно пару специалистов уже начали снимать дополнительно какие-то свои видосы да то есть мы их будем выкладывать я думаю они будут очень полезные понравится вам и до новых встреч наш смс сайт тогда не позволяет тест править ничего страшного самое главное чтобы у вас был классный контент смотрите на такие элементы как скорость загрузки это действительно не прямой алгоритм ранжирования да потому что как парка показывает практика сайты которые грузится больше четырех секунд они теряют покупателей да то есть